Пожалуйста, ручку поцеловать. Нате. Подвиньтесь поближе. Я вас так. Вы любите меня. Я вас буду. Покорнич, вас благодарю. И что ты за мужик такой? Не пьёшь, не куришь, к бабам не пристаёшь. Тьфу, не мужик, а труп. Крикнула о нём в сердцах Нону Мардюкову на съёмочной площадке. Витцин на это ни капли не обиделся. Он улыбнулся своей скромной обаятельной улыбкой и пошёл медитировать. О йоге в те годы почти никто не слышал. Коллеги Георгия Михайловича были в шоке. Он мог прервать съёмку, чтобы посидеть в позе лотоса. А однажды на гастролях 70-летнего актёра застали стоящим на голове. Не надо огня! По съёмках, мамик, мечтать лучше. А вот теперь я могу себя представить как угодно. И в зале могу себя представить. В отличной. И в карете, и в саду. А принесёте вы свечку, я сейчас увидел, что я в самой бедной комнате, и всё пропало. Георгий родился очень слабым ребёнком. Его мать даже напугали, что, возможно, он никогда не будет ходить. Ей пришлось подделать документы, чтобы устроить его выздоровительную школу. С тех пор Витцин полюбил здоровый образ жизни, при этом за всю свою карьеру он сыграет несметное количество алкоголиков. Люди, видя в нём своего, всё время будут звать его за стол, сообразить на троих. Но парадокс в том, что в жизни актёр не курил и не брал в рот ни капли спиртного. Хотя однажды он попробовал курить, когда ему было 8 лет. Его угостил знакомый, и Гоша хотел почувствовать себя взрослым. После первой же затяжки мальчик сильно закашлялся. «Я бросил курить ещё в раннем детстве», – шутил потом актёр. И правда, это была его первая и последняя сигарета. Товарищ, а это не Веснушкин. Как так не Веснушкин? Веснушкин самый настоящий. Вот моё удостоверение. Миша, дай удостоверение. Веснушкин. Пожалуйста, Веснушкин. Тиние стрелы. Веснушкин. Ну, значит, это другой Веснушкин. Тот, который меня вызывал, был немножко постарше. Когда вас вызывали, вы тоже были старше. Говорят, именно благодаря здоровому образу жизни, ему на какой-то период удалось перехитрить время. Известность принесла ему роль 18-летнего Васи Веснушкина в фильме «Запасной игрок». Витцин сыграл его, когда ему было 37 лет. А 25-летнего Мишу Бальзаминова – в 47. Когда режиссёр Константин Воинов задумал снять комедию по произведениям Островского, то в роли завидного жениха видел только Георгия Витцина. Чтобы выглядеть моложе, актёру пришлось не только похудеть, но и придумать себе грим. Так появились кудрявый парик, курносый нос, а с помощью Веснушек он спрятал морщины. Любопытно, что роль матушки Миши Павла Петровны исполнила Людмила Шагалова, которой на тот момент только исполнилось 40 лет. То есть она была почти на 5 лет моложе своего экранного сына. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить ещё лучше. Точно. Однажды ему всё-таки пришлось выпить. Это было на съёмочной площадке. Снимали эпизод «Кавказской пленницы», где знаменитая троица – трус, балбесы, бывалый – пьют пиво. Сначала Витцин отказался на отрез. Репозиторы налили ему в бокал отвар шиповника, но трюк не удался. Пены не было, и поэтому выглядело неправдоподобно. Гайдай настоял, и актёру было некуда деваться. При возмогае отвращение он всё-таки сделал несколько глотков. Кстати, Витцин и Гайдай понимали друг друга с полуслова. Режиссёр с большим удовольствием оставлял дубли с гениальными придумками и импровизациями актёра. Например, биться в конвусиях от страха в эпизоде «Стоять насмерть» придумал именно Витцин. И раскачивающийся шприц в ягодице бывалого Моргунова – тоже его идея. А когда трусом вышибают дверь, и он летит в окно, крик «Поберегись» – тоже чистая импровизация. В знаменитой экранизации «Гамлета» 1964 года Витцин мог сыграть главную роль. Но режиссёр Григорий Козинцев, увидев Георгия в роли труса, очень разочаровался. Работа ему показалась несерьёзной и легкомысленной. Он решил, что потерял Витцина как драматического актёра, и на «Гамлета» утвердил Иннокентия Смоктуновского. Но Козинцев был неправ. Несмотря на то, что именно комедийный трус делал Витцина всеобщим любимчиком, он был потрясающим драматическим актёром. Этой стороной его таланта зрители могли наслаждаться в театре. На его спектаклях в театре имени Ермоловой всегда были аншлаги. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Если слава подкрадывается, спрячься, говорил Витцин. Популярность и внимание людей всегда его очень тяготили. Когда ему надо было ехать в метро, он надевал серый плащ, надвигал на глаза кепку и старался слиться с толпой. Но однажды его всё же узнали и стали уступать место. Тогда актёр сказал, что он не Георгий Витцин, а его брат. Но мужчина не унимался. У вас такой великолепный брат, что вы тоже имеете полное право пользоваться его славой. Миша, ты не обижайся, за умом не конись. Так лишь бы счастье было. Деньгами-то мы и без ума проживём. Маменька, а дальше мне обидно было, что как денег-то нет и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай, говорят. В свой дом, как и в свою душу, Витцин не пускал почти никого. А когда после распада СССР начал меньше появляться на публике, журналисты стали строить догадки. Мол, актёр под конец жизни живёт в страшной нищете. Но то, что они приняли за нищету, для Витцина было огромным богатством. Наконец-то от него все отстали. Наконец он мог жить собственной жизнью, рисовать, медитировать и проводить время со своими любимыми животными. Он любил повторять. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. В то утро Витцин, как обычно, вышел на улицу с дочерью и любимой собакой. Как обычно, он вынес несколько кульков с кормом для птиц и еду для бездомных животных. Они точно знали, когда он выходит на прогулку, и в назначенный час собирались около определенной лавочки. И голуби, и кошки, и собаки. Вечером было запланировано выступление в театре киноактера. Георгий Михайлович чувствовал себя плохо, но поехал всё равно. Пока он был на сцене, за кулисами уже дежурила скорая помощь. Она увезла его сразу после выступления в больницу, из которой, увы, актер уже не вышел. Одно из последних интервью Георгий Витцин закончил так. Не суетитесь, люди. Жизнь отнимает страшно много времени.